Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Отец Фёдор, подойдите. Отвечать на вопросы можете? Не убивал. Ей-богу, не убивал. Я смотрю, не видать его долго. Ну и… А он лежит. А тут и вы объявились. Посторонних видели? Нет. В церкви были прихожане. Несколько. А на водборе никого. Так кто же убил? Откуда ж мне знать? Я вошел, а он лежит. Я нож вынул. Вы осмотритесь внимательно. Может пропало что? Да нет. Ничего вроде. Да что тут взять-то? Да. План. На стене здесь план висел. А, точно. Там чертеж кладбища и подворье я висел. Кому нужен этот план? Не могу представить. Я устал. Можно мне уйти? Уйти. К сожалению, нет. Вы должны поехать с нами. Как же? Задержаны по подозрению в убийстве. Ага. Это что ж мне в тюрьму? А хоть бы так. Скорей бы лечь. Устал. На плане там был отмечен крестиком сарай, в котором нашли икону. И что? Не знаю. Убит одним ударом в сердце. Мгновенная смерть наступила не далее, чем два-два с половиной часа назад. Хороший был человек. Благостный. Тело в мертвецкую отправляйте. Много зла. Много зла. Много зла. Он придет. Кто? Кудияр? Кудияр. Мой жених. Чего он хочет? Потревожили его. Всем сердцем, всей душою мне хочется верить, что вы невиновные. Но посмотрите нашими глазами. Заходим. Вы стоите с ножом окровавленный. Но все против вас. Все. Вот это орудие убийства. Ваше? Мое? Да ты что, сын мой, беляны объелся, чтобы глава прихода с ножом по дому божию рассказывал? Да ты подумай головой своей. Да я думаю. Но вы помогите мне найти хоть что-то, хоть какую-то зацепочку, чтобы оправдать вас. Антон Андреевич, вас с улицы слышно. Простите. Вы успокойтесь, господа. В самом деле, батюшка, все улики против вас. Нож в руке и никого. По близости. Рядом не было. И пальто. Ваше пальто черное. Зачем вы ходили к Мазаеву? Я? К этому безбожнику? Да, да. Вы же были у него. А после вас у него был ваш дьякон. А затем вы зарезали его. Вот такая вот вырисовывается картина. Недоразумение, это не картина. Иларион значит к нему захаживал? Приходил. Вот что я думаю. Иларион решил отыскать карту городища. Смутила его эта икона. И ударился он в планы искательства. А другой, такой же помешанный, его и убил. И что же они не поделили? Икону? Только она могла указать на клад, господи помилуй. Батюшка, и вы в это верите? Да прости, господи, чтоб великий святых использовать в колдовских бесновских обрядах! Нет, ну ты посмотри. Если кто и сможет пролить свет на этот шабаш потусторонних сил, и успокоить погугленные души, то это уж никак не наша меднолобая полиция. Ваш покорный слуга, проведя тщательное расследование, изучив многие свидетельства, наконец приблизился к разгадке тайной иконы «Благоразумный разбойник». Хм! Легенда, как известно, утверждает, что именно эта икона укажет сокровища Кудияра. Но никто не знает, как именно она это сделает. Господи. Значит, по-вашему, дьяконы кто-то неизвестные не поделили икону? Думаю, так. Опять у нас этот дух унияровский бродит, с мелкой умы смущает. Ну хорошо, допустим. Допустим. Но факты говорят о том, что не было никакого неизвестного, о котором вы говорите, а что просто вы и ваш дьякон не поделили икону. Господь с вами, да я, да я уже первый боролся с этой лихоманкой плодоискательства. Конечно, но дьявол не дремлет. Совратил и вас. Вы ведь знали, когда Карамышев поедет с иконы, знали? Да я же сам его провожал и напутствовал. Это что ж выходит? Я, по-вашему, их проводил, скачал на коня, догнал Изея Валера и убил. Хороша картина. Хороша картина или плоха, но последним мазком в ней то, что лошади с вашего подворья имеют такие же подковы, как у коня убийцы. Да вы посмотрите на этих лошадей. На них не ускачешь далеко. Устали вы, батюшка. Дежурный. Евграшин, проводи отца Содорова-Аристенскую. Так вот, автор этих строк берет на себя смелость утверждать, что если бы икона оказалась у него в руках, он сумел бы найти сокровище. Ну, шелкопер, а? Вот бумага Мараковича только не придумает. Ты знаешь, с ним случится что-то нехорошее. С кем? С Рябушинским? Да хоть бы он с чахоткой слег. Вот не надо так говорить. Я чувствую, что с ним случится что-то нехорошее. Да врет Рябушинский все. Не знает он ничего. А что если тот человек, который украл икону, подумает, что Рябушинский действительно знает ее секрет? Получается, что он следующий. Это Господь с тобой, Анюта. Не будет с ним ничего. Вообще у тебя сильно разыгралось воображение. Надо бы… Отдохнуть? Угу. Не все в последнее время об этом говорят. Правильно говорят. Пальто отца Федора – это еще не доказательство того, что он приходил к Мазаеву. Таких пальто в городе пруд пруди. Так что лично я не верю в его виновность. Яков Платоныч, он взят с орудием убийства в руках. Поэтому мы пока его и не отпускаем. Хорошо. По-вашему, с какого конца подступиться к этому делу? Ну, во-первых, водка. Нужно узнать, где этот неизвестный покупал эту водку для визита к Мазаеву. Сами говорите, водка редкая и необычная. А во-вторых, подкова. Вы наведаетесь в школу верховой езды этого родмистера. Майде Альмина, я очень счастлив, что вы быть здесь. Как здесь хорошо. Вы здесь изучаете свой туман? Да, иногда. Но больше я работаю в своей лаборатории, это там. Дальше. А почему вы уехали из Англии? О, это долгая история. А мы никуда не торопимся. Я ученый. Я хотел исполнять свои идеи. Я их предлагаю к британске правительство. Они мне не давать работать. Сначала давать, потом не давать. Мне предложили работать на российское правительство. Моя жена тогда ушел умирать. Я ехать в Россию. Скажите, что вы такое изобретаете? Очень любопытно. Нет, нет, нет. Нельзя говорить. Пожалуйста, я никому не скажу. Что-то грандиозное. Это очень грандиозное. Но я не могу говорить. Как жалко. Вы меня мучаете специально. Нет. Я бы вам все рассказать. Но я подписывать соглашение на молчание. Шутка. Молчу. За вас, мой гений. Анет, тут к тебе, Яков Платоныч. А. Ну. А. Доброе утро, Анна Викторовна. Здравствуйте, Яков Платоныч. Простите, что беспокоил. Я не мог не зайти. Узнал, что хвораете. Я очень хорошо, что зашли. Да вы присядьте. Вы как себя чувствуете? Хорошо. Это хорошо, что хорошо. А я к вам вчера приходил, но сказали, что не можете меня принять. Ах, вот как. А мне и не сказали ничего. Ну, ясно. Это, должно быть, тетушка моя распорядилась. Как ваша служба? Да все как обычно. Делом пропавшей иконы занимаетесь? Удивляюсь вашей осведомленности. Просто зависть разбирает. Да дьякон ко мне заходил. Иларион. Что такое? Не хочу вас расстраивать, но… Что? Убит дьякон вчера. Как? Как? Он же вчера ко мне заходил. Радовался этой иконе. Вы… Вы не переживайте. Я с этой иконой сам разберусь. Вам… Вам нужно оставить все это. Что все? Вы же не верите во все это. Не важно во что я верю, но вы же сами видите, все время что-то происходит. Это из-за меня. Прав тот математик был. Это из-за меня происходит. Не из-за вас. И я… Я о вас так никогда не думал. Но вы же сами сейчас говорите, что вокруг меня все время что-то происходит. Отдохнуть вам надо. Вы сейчас видите все в черном свете, но все пройдет. Вы верьте мне, все пройдет и все будет хорошо. Если бы. Мне пора. А вы выздоравливайте. Ой. 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 Ай. Ой. 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 И. Ой. Удивительная природа России, вчера было солнце, было тепло, а сегодня идет снег, все белый-белый. Кто это? Медведь! Стой! Стой! О май гад! Нина! Нина! Ваня! Иван! Это же прокурено с третьего взвода. Вчера, когда пускали туман, он не вернулся. Наверное, заблудился. Боже мой! Что вы стоите? Везет его полница! Что с ним? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. О мой бог! С водкой совсем плохо, Яков Платоныч. По водке мы, боюсь, никого не найдем. Покупало ее много людей вчера. Более двадцати человек в черных пальто и шляпах. Ни имен, ни особых примет. Примечательно только то, что эта водка, белоголовка, продается в одной лавке. Ее держат, кто бы вы думали, сестра нашего гунтера Серебрякова. И что же? Да ничего, но только любопытно, что оказывается у него сестра у нас в городе живет. А ну-ка позови сюда городового, который в палате дежурил. Да. Сейчас. Зельников! Вызывали ваше высокоблагородие? Ты говоришь, никто из посторонних в палату не заходил? Никто. А из наших? Да, унтер Серебряков. А почему ж ты не доложил? Так вы только про посторонних спрашивали. Свободен. Есть. Да, господа, отец Федор у нас в камере. Еще у нас три трупа. Один из них полицейский. Город полнится нелепыми слухами. Еще этот Рябушинский еще подливает масло в огонь. Вы читали, что он пишет в своей газетенке? Что будто бы он знает, как эта икона показывает клады. Вот такая вот картина. Теперь вы, господа, расскажите мне, как вы продвинулись в этом деле. У нас новый подозреваемый и некто человек в черном пальто. Вчера приходил к художнику Мазаеву, срисовал план Кудеярова городища. Ну, вот и хорошо. Отпускайте отца Федора. Как? Отпускайте, отпускайте. Ну, я понимаю, что его взяли с орудним убийством в руке, но это ничего не значит. Он, ну, все объяснил. Вы же сами не верите в его виновность. Я не верю, но… Ну, вот и освобождайте. Нелепо обвинять священнослужителей в этом. К тому же общественности. Верующие возмущены. Отпускайте. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Что там у нас в черном пальто? Мазаев вчера, как всегда, был пьян, но припомнил, что неизвестный во время своего визита пролил какой-то растворитель на одежду. Мог ее повредить. Какая-никакая, но улика. Вот, вот. Бросьте все силы на это дело. Ищите дырявое пальто. Я к вам просьба. Деликатного свойства. Вы читали сегодняшнюю статью Рябушинского? Про икону? Да нет, про икону. Это вчера. А сегодняшнюю статью? Да не успеваю я следить за опусами Рябушинского. Так вот в этой статье высказывается мысль, что в нашем городе наблюдается беспрецедентный рост преступности. И вот такая подводится теория. что наш город страдает от появления в нем… Водички. Спасибо. От появления в нем темных сил. Не думаете, стоит обращать на это внимание? Стоит, Вяк Платоныч, стоит. Вы что, сами не замечаете, что происходит что-то странное? О чем вы? Рост преступности. Почти каждый день свершаются убийства. Ну, город уже наполняется недовольством. На базарах уже простой люд открыто высказывается об этом. Яков Платоныч, я вас очень прошу, поговорите с Анной Викторовной. О чем? Пусть она на полгода уедет из города. А насчет отца Федора я распоряжусь. Серебряков здесь? Да. Он в столе приводов. Есть смысл. Подыграйте. Этот неизвестный в черном пальто пролил на себя жидкость под названием персидский огонь. Известна она тем, что при попадании на кожу вызывает страшные волдыри и язвы. Воздействие начинается только через несколько дней и лечению практически не подлежит. Вот ведь. Я нечто подобное слышал. Есть такой раствор на основе кислоты. Именно. Но и нейтрализовать ее просто. Протерев обыкновенной касторкой руки. Преступник вряд ли будет об этом знать, так что обратиться к врачам и будет обнаружен. Я думаю, надо предупредить всех врачей. Вот этим и займитесь. Вы меня поняли? Пока нет. Проследите за Серебряковым. Если он бросится в аптеку за касторкой, значит это он был у Мазаева. Он отправлял икону, он же мог догнать повозку. Еще это водка из лавки его сестры. Я к ней, а вы глаз с него не спускаете. Да, да. Я, кажется, начинаю вас понимать. Ну что, сын мой, нашли убивца? Ищем. Ищем. Поторопитесь. А то ведь народ все видит, все понимает. Народ не безмолвствует. Я знаю, что во мнении всенародном таится сила грозная. Вы знаете, отец Федор, можно я зайду к вам по личному вопросу? У меня в последнее время на душе будто камень. Заходи, сын мой. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Если sage – твери изуч起у encouraged меня. Благодарю вас, какой ты сможешь остав Heaven. Благодарю вас. Благодарю вас, б relate you to that. Он занимает много дел по службе. Так он родом из Затонска? Да, Затонский мы. Сергей уехал из нашего города ещё в молодости. Сначала в Москву, потом служил в Тамбове. И вот вернулся поближе к сыну. К сыну? А, вы не знаете. Он обдавел и остался с сыном. Летом он привозил его ко мне в Затонск. И вот, семь лет назад у нас случилась эта лихоманка. Все клады копали. Ну, и он копал по малолетству. С мальчишками заодно. Его и засыпало. Какое несчастье. Так это на чертовом городище было? Да. Там. Не доглядела я. Там. Семь лет ему было. Здесь и похоронили. Вот Серёжа и приехал к нему поближе. Отец Фёдор! Вас выпустили! Как видите! Ой! Какая же это радость! Подождите! Подождите! Ну, расскажите! Расскажите, как всё это было? Как вас допрашивали и почему выпустили? Выпустили, потому что невиновен! А вы что же, это меня в газетёнке своей хотите пропечатать? Ну, разумеется! Новость-то какая! Отец Фёдор невиновен! Это не новость. Это было всем сразу ясно. И вот, что я вам скажу. Вы этими своими статейками смущаете умы. Возбуждаете брожение в ума. Зачем вы разжигаете эту кудеяровскую лихорадку? Вы же знаете, чем это может закончиться. Позвольте с вами объяснить, Отец Фёдор. Я всего-навсего журналист. И обязан откликаться на все события, которые происходят в нашем городе. Вы сеете смуту. Вы с вашей газеткой нарыв на теле общины, который надо искоренить. Да будет вам. Община, так называемая вами, желает знать про всё, что происходит в нашем городе. И моё издание служит этому. Семя сатанинское твоё издание. Ой, ну, это вы что-то совсем. Это вы, отец Фёдор, что-то уже не того. Любятный! Трогай! Анна, прошу простить меня. Я волнуюсь. Я должен был повидать вас. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Уже гораздо лучше. Мне неприносимо думать, что ваши болезни за этой дуэли. Мне жаль, что так всё получилось. Собственно, для этого я и пришёл. Я принимаю ваш отказ со смирением. И надеюсь, что вы позволите мне и далее оставаться вашим другом. Да, конечно. Благодарю вас. У вас нет вестей от нашей бедной Алисы? Нет. Признаться, я сама хотела задать вам этот вопрос. Все мои усилия ни к чему не привели. Я даже не знаю, где её искать. Скверно. Я знаю, что полиция тоже никуда не продвинулась. А вы? Что? Вы, наверное, попробовали вызвать дух отца Алис? Да. А говорили с ним? Да. Но полковник говорит какими-то загадками, зашифрованными текстами. Вы их записываете? Нет. Запишите их. Мы могли бы вместе попробовать понять смысл этих посланий. Наверняка Лоуренс знает, где его дочь. Хорошо, конечно. А сейчас я прошу вас простить меня. Да, конечно. Выздоравливайте. И помните, у вас есть преданный друг. Если это действительно так, дайте мне обещание забыть о продолжении этой дуэли. Этого я не могу обещать даже вам. Это вопрос чести. Внёмер, успевать. Эй! Есть кто? Люди! Помогите! Вот и случилось. Он опять убьют. На кладбище. Что за глупые шутки? Что вам надо? Что надо? Нет, я про икону. Я ничего не знаю про икону. Честное слово, я ничего не знаю про икону. Это просто, просто статья. Ну да. Да, я написал, что если бы у меня была икона, я бы мог найти клад. Но это же фигурально, понимаете? Это для красного словца. Я, 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 я ничего не знаю. Честное слово. А вам? Вам-то зачем это надо? Миронова, дочь инваката. Вот. Вот она вам нужна. Она может. Она же с духами разговаривает. Про это все знают. Она с ними разговаривает и духи все ей рассказывают. Вот если вы меня убьете, я ей все расскажу. Я расскажу ей все про вас. Нет. Не трогайте. Я не знаю. Я ничего не знаю. Честное слово. Я не знаю. Я ничего. Правда. Я не знаю. Не знаю. Яков Патронович, вот. Очень хорошо. Я уже не чаял вас дождаться. Меня дать мне слава. Она беспокоится насчет Ребушинского. А чего же она о нем беспокоится? Ну, видите ли, она что-то видела. Уж не знаю, что конкретно. Надо ехать к Анне Викторовне. Она знает. Да подождите вас с вами, Анна Викторовна. Где Старебряков? Я его упустил. Ищите. Идите к его сестре, если он там, под любым предлогом в управлении его. Ну, а как же Анна Викторовна? Серебрякову ищите. Поехали. Виноват. Куда? Куда ты берешься, Ребня? Мы доехали тут. Честное слово. Простите, тетя. Ты куда? В полицию не надо. Мюшенька, он не любит тебя. Да при чем здесь это? Сейчас пустите вы меня. Мюшенька. Васик, я с тобой. Все, все. Гони. Мюшенька. Все, все. А где Анна Викторовна? Так я же ее к вам помчалась. Вот странное дело. Она к вам, вы от нее. Она отсюда, вы сюда. А на чем же она уехала? Вы запомнили? Я вам наметно говорила всякого, но не могу не заметить, что у вас столичных полная неразбериха в амурных делах. Мюша к вам. Вы от нее. Она отсюда. Вы сюда. Изольда Тимофеевна, голубушка. Мы ее не встретили. Олимпиада, Тимофеевна. Ну, так на коляске и уехала. С черным верхом на двоих. Лошадка такая и кучер такой. На барина больше похож, чем на кучера. Господи, куда она могла уехать? На городище. Я думаю, скорее всего, на городище. Нужен план этого городища. Ну, хорошо, хорошо. Дайте мне там бумагу и карандаш. Господин Штольман, мне бы… Рисуйте, господин Мазай. Вроде все. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Говори, как она показывает. Что? Что вам надо от меня? Соображай быстрее. Говоришь с духами, вызывай сюда Кудеяра. Я не… Если он соврал, будет наказано. Нет, нет, нет. Он просто не знает. Это не так происходит. Я не могу вызвать любой дух. Мне плевать, как это происходит. Ты должна узнать, как эта икона действует, как указывает наклад. Если ты не можешь этого сделать, вы оба мне без надобности и останетесь здесь. Господи, зачем вам это надо? Неужто из-за денег? Мой сын. Мальчику было всего семь лет, когда он с друзьями отправился искать этот чертов клад. Его завалило землей заживо. Теперь я хочу отомстить. Отомстить Кудеяру. Вы с ума сошли. Невозможно отомстить духу. А ты вызови. Посмотрим. Вы всех погубите. И себя, и нас. Мне плевать. Мальчонка. Мой сын умер. Они мне все должны. И бог, и дьявол, и Кудеяр. Вызывай. Просто убьет вас. Значит, ты все-таки говоришь с духами? Викторовна! Убираю! Прошу вас! Пожалуйста, попробуйте! Попробуйте! Голубушка, спасите! Я же знаю, вы можете! Она может! Может! Хорошо! Я попробую. Все равно вы нас убьете, как убили тех. Я этого пока не решил. Вы попытайтесь. Не надо бы нам этого делать. Не надо меня злить. Стой! Вот. Вот оно, это Кудеярово городище или чертово. Здесь все было перерыто кладоискателям? Все? Да разве здесь найдешь чего? Ни один план не поможет. И никаких следов. Яков Платоныч. Он забрал план подворья и план кладбища. В церковь нужно ехать. Он взял у Мазаева план, пошел с ним к дьякону. А там он нашел другой план, на котором крестом было отмечено место, где нашли икону. Икона указывает, где клад. Так, следовательно, клад там, где нашли икону. Значит, все искали на городище, а он возле церкви. Поехали. Поехали. Не-а-а-а-а-а! Я-а-а-а-а-а-а! Куда же я не знаю? Не надо, не надо. Нельзя, нельзя. Всё, 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 я не могу, не могу. Ну? План под ликом, под краской. План под ликом, под ликом, под ликом, под ликом. План под ликом, под ликом. План под ликом, под ликом. Прости меня, прости меня, прости меня, прости меня. Анна Викторовна! Анна Викторовна! Анна Викторовна! Ну, не молчите! Что с вами? Анна Викторовна! И не упускал преступника в самый критический момент! Исправлюсь, ваше высокоблагородие! Анна Викторовна! 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 Но мне сказали сейчас, что дар мой, он не от Бога. Оставьте, мало ли кто что болтает. Это батюшка сказал. Да вы ни в чём не виноваты. Я не виновата. Я не виновата. Но я никому не нужна. Не правда это. Вы молоды, и у вас всё впереди, и… Всё. Всё. Пожалуйста, оставьте меня. Вы меня измучили. Я больше не могу. Не ходите за мной. Анна Викторовна, я… Не надо, пожалуйста. Оставьте меня навсегда. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова